сосульки держи она остается дома 1 впервые на часах три часа ночи мы только закончили власть что-то простите ее нет книги любимая восьмин часть после фильмов каждый фильм ангер ждет радио 2 песни в конце а сегодня был финал чемпионата мира по футболу я очень сильно хотел чтобы вместе выиграл потому что ну блин эта история должна была случиться великий человек их два но вот хоть один ты должен был получить этот кубок мира что они пацаны расстраиваются грустят вот и наконец-то не получил я прям так был исчастлив за него кайф но и матч я не знаю смотрите ли футбол лет но матч был такой я вот за все свои 36 лет не видел ни одного такого финала чтобы я прям я вспотел похолодел короче это были все эмоции мира это ну это низкий поклон этим двум командам за такой вечер весь мир объединился и все в курсе и все в шоке круто а завтра очень важный день очень важный день увидимся завтра доброе утро мы проснулись что будем завтракать и будем собираться сегодня важная съемка у нас какая не скажу все видите в процессе чего в москве чего а вот чем москве снега мы это классно вчера шел такие сугробы высокие но везде у нас такие улицы есть узкие я такой иду и везде сугробы и такой ой хорошо хорошо снег белый пушистый это я люблю такой зиму от когда что тает еще серое небо черное надеюсь вас клево зима так ну что же понедельник это официальный логотип понедельника у нас с тобой вы здесь дела влажные какие друзья мы конечно обалдели у нас тут за сутки произошло просто что я не вижу ничего не видишь ничего нет а посмотри сюда вперед сусуляндра какая смотри вас у нас скоро окно пропадет будет просто как будто в доме этого у морозка живем ребята а фи гэй согласен так ну что это давайте попробуем ее ну что-нибудь не сделать не давать на сервиске один кто-то такой я душе мне было так было холодно спавлено от атовать у меня у меня нет у меня все рукава завезла и у меня такая булока ну амбрина с плечатками бежим а слабо знаете как сделать у меня была идея прям вот этой вот прям вот целиковой этой штукой чисто вот так вот все ее и понести быстро в ванну когда получилась такая штука листом таким не одну сосульку а прям листом целиком как холодно там даже кажется нужно это кофточка нужно я за куртках и жал ее просто застегнуть я буду ломать и передавать тебе и хорошо готовы держать их ронять нельзя все охотники сосульками версии 2.0 огромные сразу одну целиковую давай самую огромную что это самая большая что было а стукни кулачком по ним о господи держи держи помощник держи мопаги держи скорее блин муж аккуратно пожаловать сейчас реально просто все рухнуло не надо оставь ну вот ручки не закрывать до конца надо видимо там подковырять немного снег потому что сосульками видимо закрываем смотри сколько мы в итоге сосулек добыли власть а власть вот целый таз сосулек ничего себе у меня теперь идея давайте бизнес откроем так иди сюда смотрите берем варенье смотрите вот мы добавили варенье это теперь учился что не просто лёд а какой лёд самозрусный лёд фруктовый лёд всё правильно у нас получился пойдем его растопим фигня получается бизнес из этого не выйдет если вы хотите эти сосульки с нашим вареньем то пишите в комментариях а внизу варенье да оно честно есть оно просто там вниз упало а давай а давай знаешь кого положим держи можешь пока подержать снять я провожу ты точно будешь в соке в соке или в шоке отгорчится зачем ну вот это будем поливать сейчас а что ты хочешь расскажи хоть папа тут какое-то месиво у вас планирует месиво и так в общем если вы хотите наш фруктовый лёд если вы хотите наш фруктовый лёд горчицы кетчупом лимоном и клубничным вареньем напишите в комментариях он у нас есть теперь стой 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 я видел лайфхак как бьёшь свой нормальный лёд а лёд который не за на улице вдруг он там отравлен бьёшь свой лёд замороженный кладёшь чай у тебя очень вкусно получается либо ты кладёшь лёд я могу поливать а ну это получается айсти нет и у тебя дым выходит из лад надо попробовать как-нибудь ну не с этим не с уличным льдом потому что мало ли нам собаки на крышу писали вы не собаки кошки да здесь будем топить ну конечно а где в раковине поместится вон такие дурынды ставьте таймер а как вы думаете за сколько ой собак да и чё как думаете за сколько она всё это настолько нет луковицы всё так что луковицы у нас сенсация мы идём с мамой выкидывать мусор Вася говорит я не хочу выкидывать мусор идти идите вдвоём и мы с мамой уходим она остаётся дома одна впервые сейчас эту поставлю камеру вдруг что произойдёт я осознанно ставлю да я просто говорю самое интересное телефон взял да так я же её поставил я свой поставил тайно снимать её что он сейчас будет делать мне кажется что сейчас мы придём она просто в айпеде просидела всю дорогу вдруг она такая турум 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 побежала за сладким как дела? где Васька? Вась ты где? Вась почему она её нет? что? простите её нет где? ничего не понимаю стоп подождите что за приколы? блин пукан напугала меня блин я думал ты под кроватью лежишь где и там нету спряталась а как ты? почему спряталась? просто я хотела на носок я думала вы сейчас полицию вызовете что что что? я думала вы сейчас полицию просто вызовете из-за того что ты пропала? и собака не ухала меня у нас супер важный вопрос Василиса спросила есть ли у меня свой аккаунт я говорю ну у тебя пока нету нигде своего аккаунта она говорит просто я хочу выложить вот такое видео выложи это видео к себе на аккаунт и выйди из тиктока на 1 час пусть твои подписчики напишут мнение о тебе в комментариях пускай подписчики напишут в комментариях лох Василий топ хотя по моему ответ очевиден конечно же топ ну конечно же папа лох чего? неожиданно ну конечно же папа лох так все ладно так а мы нашли офигенную игру карточки называют сколько это называется игра? сказки что-то там по сказкам придумай сказку в общем достаешь карточку и начинаешь фантазировать что ты рассказываешь а это какой у меня мог до них все владать что ты и попался выгадайте кто это у вас у вас есть у вас есть у вас есть пять минут раз два три четыре пять Кобяков нет йога ох я проиграл ладно давайте играть в сказку итак эта сказка про старую старую колдовскую шляпу по поверьям кто ее найдет тот будет обладать самой сильной и страшной магией в мире он может разрушить мир ну все давай теперь я бери следующий карточку подискорь следующий карточку может разрушить мир продолжай только эту мое сказку да папину сказку не выбирать не надо просто верхнюю карточку берешь и по папину сказку продолжаешь вот этим персонажем показывай что у тебя так вот шляпа которая обладает супер мощнейшей энергией но что там происходит дальше показывай появляется привидение он умеет что угодно делать но только делать одно желание с одним колдовством с одним что колдовством 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 все поняла а подожди это привидение охраняет эту шляпу да и он умеет только в один день делать если ты хочешь два желания то сделай это когда у тебя будет праздник это привидение охраняет шляпу исполнение желания да который страстный кто кто бабка не ходит осенья ну ладно давай дальше поехали переходим к следующей карточке мамы оооо что там тебя не увидела у меня там дракон а еще он голопастый в общем эта шляпа хранится в очень таинственном месте и охраняет эту шляпу дракон поэтому пробраться к этой шляпе вообще практически невозможно он огнедышащий очень большой и свирепый невозможно пробраться к шляпе чтобы ею завладеть ее охраняет и привидение и дракон ага это что за шляпа то ну кто то тоже должен будет за ней пойти отправиться в путь давайте переворачивать что нет и эта шляпа с этими драконами и со всеми этими привидениями находилась в темном темном страшном лесу в этом лесу там что яблоки погибли все животные и жила только одна лиса и была куча яблок сверху сверху не это не вытаскивай а вот это у меня самое лучшее попало так тебе по любому самое лучшее попадет сначала я Музь Вась так как во-то в покер играешь и не в сказку придумываешь ну че там рассказывай да ну так показывай нам карточку Вася hou не рассказывай Ну и так ты сказку Рассказывай дальше так и вот к этому лесу кто то полетел видимо да к этому лесу полетел монстр монстр это был вот маленький дракон на воздушном шаре да он летел над лесом Розовый дракон на розовом воздушном шаре. Все сходится. Какая запутанная сказка, мне очень интересно. Потому что у него сломались крылья. У него подсрапаны ноги. И он весь был подсрапан. Потому что был глазатый монстр. Я понял, короче. И у него было 100 крыльев. Я понял, шляпа находится... И у него было 5 глазов. Итак, мы имеем лес, в котором шляпа. Его хранит привидение. А над лесом летает дракон в воздушном шаре, у которого сломаны крылья и поцарапаны ноги. И что же происходит дальше? Но тут пришел хозяин воздушного шара. И это пират. И это он поцарапал дракона. Потому что дракон у него украл этот воздушный шар. И он бился с ним, бился. А он своим крюком, ножом поцарапал дракона. Но дракон забыл самое важное. Он забыл инструкцию у пирата на этот воздушный корабль. И теперь понятия не имеет, как с ним спуститься. Потому что тут написано слово-пароль, с которым можно опустить корабль на землю. Какая интересная сказка. Главное, мне больше нравится, что все забили на шляпу. Все такие переключаются. Так, поехали дальше. Я не забил на шляпу. Но вот, случилось самое главное. К этому дремучему поганому темному лесу, где, не пойми, что происходит, плыл корабль с героем. Который хотел найти эту шляпу и разорвать ее в клочья, чтобы магия зла больше не существовала на планете. И он подплыл к этому лесу. Так. И что же его там ждало, Вась? Ого! Я не знаю, что там. Я знаю, что там. Я знаю, я знаю, я знаю этот мультик. Я знаю, я знаю, я знаю. Там очень сильно бегли часы. Они не хотели, чтобы... Чтобы время убегало? Нет. Никогда не исчезали. Но все-таки луна потеряла свою жизнь. У него не было никого. Только он ее забрал. И забрал носа воздушный. И из этого кактуса мышки сделали колючие нитки. Колючими нитками этими можно было найти шляпу. Потому что это был волшебный клубок. Его можно было кинуть. И он бы покатился по лесу и показал дорогу к шляпе. Шляпу же потеряли самую первую. Именно из-за кактуса. Из-за кактуса, что мы спрятали клубок. И он только покатился и показал, где шляпа. На которую полсказки всем было наплевать. Ладно, подожди, Вася, теперь моя карточка. Я тебя хочу отдать. Спасибо, зайчик. О! Это картос как раз похоронили. А я могу. Ходи, я закончу сказку. Давай, конечно. Но, потому как эта сказка развивается совершенно неожиданным сценарием, подстать всему сюжету неожиданно. К самой главной опасной пещере в замке, вот в этом черном лесу, прорыл подземелье добрый крот. Взял эту шляпу и обратно под землю, хоп, и все. И добро воцарилось во всем мире. Тут и сказке конец, а кто слушал? Молодец. Я предлагаю эту сказку назвать по заглавному объекту, который вот у нас искали всю дорогу. Сказка называется Шляпа. Что это? Да, у нас когда мы делали на окнах, когда этот домик я рисовала на них. Да, он такой, он как бы так брызгает, как будто бы он снегом спрашивал. О, Василий, видал? А это кто? Смывая из ельни небе, да я пикна плыла, тренек черный летят, летят, летят. Это фиршевые волосы? Саза зимой крутится, а весеные чумы, от весенней чумы, и поют на нам птицы, и поем, как птицы мы в этом свете. Нам расти еще расти, только небо, только ветер, только радость переди. Только небо, только ветер, только радость переди. Браво! Ничего припевки не стало. Блин получился, чтобы волосы развивались. Ну там просто этот фен раздувал так волосы, что вообще, вообще, звезда. Вот это вообще история. Это просто я пришла, и у вас все пиль горит. Да, конечно, если бы. Я всегда говорил, что я не создан для некоторых вещей. Смотрите, у нас сейчас едем на съемку, я решил штаны погладить. Включил отпариватель, и по всей квартире свет пропал. Посмотрел, причем пробки, они все на месте стоят. Подтверждает, подтверждает. Что подтверждает? Что я такая красивая, что даже дом упал. Если бы причина твоя красота была, то дом должен был не упасть, а подняться. Ну так он поднялся, но... Извините, мне стало стыдно. Мне стало стыдно. Что? Дом, говорит, должен был тогда в Москву Сити превратиться. Вот, смотрите, все на месте. Все работает. Все включено. А что у нас? Пропал. Кто разбирается? Кто из вас с электрикой? С электрикой? Да, да. Будет очень вовремя совет. Через неделю, в шуботу. Да? А я... Я вчера у нас в лог вышел, я говорю, там полуфинал, показывали чемпионаты мира. Я говорю, кто думает, какой счет будет, напишите в комментариях. Обожаю свои временные советы. Все, свет починен. Значит, мы можем выдвигаться на съемку. Let's go. Так, мы приехали куда-то на окраину Москвы, но тут все под контролем, потому что с нами женщина-кошка. Еее! Приехала память и территорию. Так, ну что же, мы прибыли. Женщина-кошка пошла исследовать помещение, а мы ждем. Че ждать? Это я позирую в Явле Ильич. О, еее! Это kukajka.com, между прочим. Ждем, когда нас позовут сниматься. Ты в туалет ходила? Да. А там реально лоток есть? Спасибо. Давай еще раз. Ты этот, из 92. Я ж там кучер, ты что, бля? Мариша, это я. Вот и все, обосрали. Лена украла, что-то. Мы когда обедали, я сказала, давай пообедаем, чтобы на чекинг-карри голодными не быть. Сейчас время ужина. Я голодная. Мы так не договаривались. И это все? Это все на что способны ваших сорок? Так, ну что же, ответ на тот вопрос, где мы снимаемся сегодня. Вот это ничего себе. Вот это ничего себе. Похож? Да. Да? Да. Я просто... Вы еще пожалеете, что я тут. Я обожаю тебя. Я тоже обожаю, и это просто потрясающе. Лучше я. Лучше нет никого. Итак. Я бывший речной гном по имени Пулкан Яковлев. Ваш разговор? Кто может туда зайти? На часах 3 часа ночи. Мы только закончили. Я дома. Это... Это была какая-то очень долгая, жестокая заруба по земле, чекинг-карри. Все, надо сейчас покушать и отдыхать. Кто ждет, напишите в комментариях. Лена моется уже. Васька спит уже с бабушкой. Тусила до последнего, ждала маму. Не хотела засыпать без мамы. Вот, в итоге мама пришла, и Вась просто вырубилась на диване. Время 3 ночи. Все, до утра. Че? Че делаешь? Нос пытаюсь увлажнять. А мне увлажнеть нос? Блин, у меня паутина, че не корее, до сих пор влажняет. А я че еще хуже? Все. Фу. Что шел? Ну, с козявками. Кица ужас какой-то. Да ладно тебе. Какой ты говоришь? 3 часа ночи. Фу, с козявками. Да ладно тебе. И в горе, и в радости. И в ватной палочке с козявками. Хорош, хорошо. Я как будто у тебя на коронавирус. Ага. А, сейчас. Мы когда вернулись в Москву, мы когда вернулись в Москву, у меня просто начала сохнуть кожа. Сохнут носы в первый день, когда мы проснулись, у меня просто, у меня нос от количества козявок окаменел. Знаете, я его трогал, он такой хруст. и сыпется, как камни. У нас, конечно, надо мазать нос, но, видимо, после Дубая там какая-то погода. Да не после Дубая, у тебя в Москве здесь радиаторы включили. Радиаторы тут включили в Москве и понеслось. Нос в козявках теперь весь. Говори себе спокойной ночи. Спокойной ночи. Я баиньки. Это трусы там у тебя взяли? Не докажешь ничего. Сейчас спокойной ночи, я баиньки. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова